В Казахстане 200 человек погибли на производстве за год. То есть они в мирное время ушли на работу и не вернулись домой. Об этом на совещании по безопасности труда в фонде Самрук Казана сообщил представитель Минтруда Оспанкулов. Реальные цифры производственного травматизма выше официальных данных. Работодатели продолжают скрывать несчастные случаи на производстве, уверены эксперты. Сегодня, когда отец, брат или чья-то сестра уходят на работу, родные и близкие должны быть уверены в том, что он вернется живым и невредимым. К сожалению, статистика в этом направлении оставляет желать лучшего. Ежегодно, по данным Минтруда, на предприятиях страны получают увечья более 1300 работников. Из них порядка 200 погибают. Кроме опасных производств, во вредных и неблагоприятных условиях все еще трудятся почти 2 миллиона казахстанцев. Это официальные цифры, а реальная статистика куда хуже. Но проверить все компании на предмет безопасности труда не получается, потому что в стране катастрофически не хватает инспекторов труда. К тому же им запрещено проводить внезапные проверки. Даже в печально известном Арселор Миттл Тимртау сейчас местные инспектора труда не заходят. После того, как последний групповый несчастный случай произошел в Арселор Миттл, на шахте произошло. Ну, расследование провели по данному случаю. Виновные лица на сегодняшний день. Данный несчастный случай 100% связан с производством. Но по поручению на сегодняшний день там работает международный аудит. Если сказать причины тех несчастных случаев, которые были, там действительно говорится, что оборудование там старое и оно не обновляется. Пользуясь тем, что инспекторов труда не хватает, компании намеренно уменьшают статистику травматизма на производстве. Многие компании не желают выносить ссоры из избы и стремятся уладить дело неофициальным путем, полагают эксперты. Для пострадавших с низкими доходами выгоды оплаты больничного листа невелики. И часто они идут на сговор с работодателем в сокрытии несчастных случаев, рассчитывая на неофициально отступные или просто не разбираясь в законах. Производственную травму всегда можно представить как бытовую, не связанную с профессиональной деятельностью. Хотя по правилам медики должны сообщать о подобных фактах в компетентные органы, полагают эксперты. А в компании Самрук Казна признали, что отдельное оборудование у некоторых компаний устарело. Но заменять их будут только в будущем, если, конечно, выделят бюджет для этого. Мы в этом году составим план технического перевооружения, согласно которому морально остаревшее оборудование, либо оборудование, которое имеет повышенные риски возникновения несчастных случаев, будет заменено в ближайшем будущем. Их немного у вас устаревшего оборудования? Ну, есть проблемы, конечно. Но сейчас как на это вопрос? У какой компании? Ну, есть и в КТЖ, есть в Самрук Энерго. Работодатели хотят отделаться малой кровью. И в прямом, и в переносном смысле, полагают эксперты. Потому что ежегодно работодатели выплачивают полтора миллиарда тенге. Это выплаты по временной нетрудоспособности гражданам, получившим трудовые увечья. А для страхования работников от несчастных случаев на производстве работодатели ежегодно перечисляют более 30 миллиардов тенге в страховые компании. Но это мелочи по сравнению с тем, сколько экономят компании на обеспечении безопасности. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.